Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я расскажу вам про свои главные книжные открытия за последние пять лет. В целом, у меня в читательской жизни не часто случаются ситуации, когда я читаю буквально один роман какого-либо писателя и понимаю, что все, я пропала, мне хочется читать у этого автора абсолютно все, мне хочется следить за выходом новых книг, если это еще возможно. И вот именно такими открытиями, такими эмоциями я сегодня с вами поделюсь, потому что за последние пять лет, да даже за последний год мне очень везло, и мой список самых любимых писателей, писателей важных, интересных, очень разнообразно творящих у меня составился. И, конечно же, я вас в комментариях тоже приглашаю ко мне присоединяться и, во-первых, делиться своими книжными открытиями, которые буквально вас заставляли обо всем на свете забыть и углубиться в творчество этого автора, или, может быть, конкретные книги вы тоже захотите порекомендовать. Ну а свой рассказ я буду строить по нескольким критериям. Буду немного знакомить вас с автором, рассказывать, что я успела прочитать, с чего началась вообще вот эта любовь, ну и, конечно же, стараться посоветовать, с чего стоит начинать знакомство с творчеством писателей, чтобы и у вас такая же любовь, как и у меня с их творчеством случилась. Начну с минутки полезной информации для всех читающих, ну а потом приступим. Я уже сама не первый год продолжаю тренироваться и вам с огромным удовольствием рекомендую онлайн-платформу FitStars. И когда, как не в весеннее время, вводить в свою жизнь новые полезные привычки, и, конечно же, одной из таких привычек является постоянная физическая активность. Это очень важно, особенно для всех, у кого сидячая работа, для всех читателей, кто так же, как и я, в статичной позе готов с книгой проводить и не в самых полезных для позвоночника позах проводить по несколько часов к ряду. На сайте можно найти огромное разнообразие тренировок по самым разным программам и похудения, и растяжка, и зарядки, и йога, зумба, пилатес и многое другое. Не нужно никакой подготовки, все программы подходят для новичков, плюс можно выбрать удобную продолжительность тренировки от 7 до 30 минут в день, и техника выполнения упражнений подробно показана. На платформе FitStars вообще все удобно собрано в одном месте. Есть раздел питания с рецептами, расчетом калорий и целым курсом об основах рационального питания. А еще у них есть курсы на тему здоровья, тела и ухода за собой под любой запрос. Здоровая стопа, курсы по дыханию, танцы и даже фейс-фитнес. Я и по утрам не обхожусь без зарядки, и особенная моя рекомендация и любовь в последнее время – это ненапряжная растяжка перед сном. Там есть специальный курс, это очень медленные, очень успокаивающие упражнения, и они буквально спасают мою спину и нервную систему от постоянной нагрузки за работой. И еще классный момент – FitStars работает на любом устройстве, хоть на телефоне и планшете, хоть на телевизоре, любой удобный формат. И, конечно же, на платформе FitStars всегда действуют приятные бонусы. Во-первых, у меня есть для вас мой личный промокод, который подарит 70% скидку, и больше того, эта скидка действует на, внимание, возвращающийся тариф безлимитно всегда. То есть вы однажды оплачиваете подписку и безлимитно, и всегда пользуетесь платформой. Но обратите внимание, что стоимость этого тарифа будет увеличиваться, поэтому чем раньше вы его приобретете, тем выгоднее, тем более с применением промокода, это для вас будет. Плюс прямо сейчас в течение марта действует еще акция «Весенняя перезагрузка». Вы тренируетесь, вы получаете, конечно же, призы, только не забывайте нажать кнопку «Участвую» в личном кабинете, и, конечно же, тренироваться и получать за это бонусы. Все ссылочки, всю полезную информацию вы, как всегда, сможете найти в описании, и давайте этой весной вместе становиться лучше. И первый автор, которого я вам сегодня хочу представить и с удовольствием порекомендовать, это, конечно же, Роберт Макамон. Это американский писатель, и часто его называют вторым Стивеном Кингом, и действительно в их творчестве есть некоторые схожие моменты. Во-первых, они как будто действуют по некому писательскому бинго. Написать книгу про вампиров, написать книгу про постапокалиптичный мир, написать какой-то более детективный цикл, написать книгу про детство, связанное с мистической стороной жизни. И вот как будто они двигаются по некому писательскому плану и ставят галочки. Потому что если рассказывать про основные романы и самые знаменитые романы Стивена Кинга, у Макамона как будто есть их зеркальное отражение. Ну, здесь, конечно, большой вопрос, кто кого отражает, но я считаю абсолютно этих писателей равновеликими, и говорить, что Макамон это второй Стивен Кинг, я бы совершенно не стала. И если в целом рассказывать про направление творчества Макамона, то у него можно выделить как отдельные романы, также и целый детективный цикл про Мэтью Корбита. Действие происходит в 17 веке, конце 17 века. И вот как в его отдельно стоящих романах есть тема мистики, такой бьющий в глаза и совершенно очевидный, также в цикле про Мэтью Корбита действие происходит в реальности. Ну, вот есть такой флёр колдовства, есть флёр чего-то неизведанного человеку, и идёт вроде детективное расследование, но вот даже в самой первой книге цикла «Зов ночной птицы» дело начинается с того, что женщину обвиняют в колдовстве. И вот за что я сразу же полюбила Макамона, это за сплав жанров в его произведениях. Берём мы отдельные романы, берём мы детективный цикл, нельзя сказать, что это только детектив, или это только подростковый роман, потому что здесь детектив трансформируется и в любовный роман, и есть вот этот налёт мистики, и есть семейная драма, и есть триллер, и есть даже хоррор отчасти. То есть это очень сложная смесь, которую интересно разбирать, и автор не даёт нам заскучать. И говоря о том, с чего знакомиться с писателем, с чего бы я советовала, конечно же, это «Жизнь мальчишки», это самое знаменитое его произведение, и это действительно такая вот выжимка, квинтэссенция всего, что есть в его других книгах. Это очень прочувствованная история, это история о жизни мальчишки, о детстве в глобальном понимании этого слова, и, конечно же, о том самом переходном моменте, когда ребёнок прощается с детством и ещё не вступает во взрослую жизнь, но вот находятся в этом подростковом периоде, и все переживания, плюс они наложены на интересный с детективом связанный сюжет, они все очень ярко здесь показаны, и когда читаешь, ты как будто проживаешь ещё раз свой финал детства, своё взросление. Вот этим книга невероятно цепляет, она прекрасно написана, у Макамона очень лёгкий слог, его хорошо переводят, и я советую хотя бы попробовать, возможно, вы тоже откроете для себя одного из лучших авторов последних десятилетий. И продолжаю рассыпаться в комплиментах Макамону, и советую вам с чего начинать знакомство, если вот вы понимаете, что тема детства, ну, не хочется, неинтересно, попробуйте книгу про постапокалипсис «Лебединая песнь», попробуйте книгу про вампиров «Они жаждут», или могу ещё посоветовать слышащего про человека со сверхспособностями, у меня эта книга сейчас у подруги в процессе прочтения, а если же вы понимаете, что тема мистики, что-то такое приближенное к фэнтезийному вас совершенно не интересует, то попробуйте его детективный цикл про Мэтью Корбета, попробуйте начать с зова ночной птицы, возможно, вот эта постсредневековая такая очень грязная атмосфера, но при этом невероятно затягивающая, вам тоже понравится. Плюс, конечно же, раскручивать дело, тянуть вот за его детективные ниточки, собирать улики, тоже очень интересно. Следующий писатель, которого я вам с огромным удовольствием сегодня представляю, это Артура Перес-Реверте. Это испанский автор, и его очень чётко характеризует строчка из его биографии, о том, что он в наследство от отца получил любовь к приключениям, а в наследство от деда библиотеку в 5000 томов. Артура Перес-Реверте в первую очередь привлекает меня, привлёк меня разнообразием своих тем. У него в каждой книге что-то своё, у него есть приключения, у него есть детективы, у него есть что-то более похожее на любовный роман, у него есть исторические романы, и при этом, когда ты начинаешь погружаться в повествование, ты понимаешь, что автор не просто вот сюжет вписывает в какие-то интересные декорации, он эти самые декорации настолько проработал, они не картонные, они не шаблонные, и читая книги, ты либо узнаёшь что-то интересное про эпоху, либо про какую-то профессию, либо про какую-то страну, он буквально провозит нас по Европе, раскрывает какие-то исторические загадки, и при этом сохраняет вот этот дух приключений, иногда, кстати, морских приключений, что я особенно ценю. При этом он остаётся невероятно талантливым рассказчиком, и у него есть книги ещё и разные по темпу. «Фламандская доска» чуть более медленная, кожа для барабана чуть более динамичная, здесь больше перемещений, больше загадок. «Клуб Дюма» – это книга, которая порадует всех любителей книг, в общем-то, потому что здесь речь идёт о некой оккультной библиотеке, собрании, ну и, конечно же, есть такая тоже загадка с налётом мистики. Есть «Королева Юга» про женщину, которая держала огромную картель просто в ежовых рукавицах, есть, кстати, экранизация этой книги. Есть «Карта небесной сферы» – это роман, который рассказывает о морском приключении в лучших его традициях. Есть «Учитель фехтования» – это книга, ну вот которую я, с одной стороны, могу назвать очень романтичной историей, с другой стороны, очень интересно построенной историей, потому что здесь каждая глава – это какой-то приём фехтования, и в связи с этим приёмом, с обучением ему рассказывается новая деталь сюжета. То есть книги ещё и очень хитроумно построены. Я за последние несколько лет читала некоторые романы Артура Перес-Реверта прямо подряд, и я диву давалась, насколько это разнообразные сюжеты, и насколько же он, ну, действительно, разносторонний развитый человек, потому что он успел и попутешествовать, он успел в течение 20 лет поработать военным журналистом-корреспондентом, то есть это человек, который живёт на 100% и рассказывает нам об этом в своих книгах. Есть «Тень гильотины» или «Добрые люди», здесь речь идёт об охоте и о путешествии за некой книгой, и эта книга может послужить причиной чуть ли не политического переворота. Я сама прочитала ещё далеко не все романы Артура Перес-Реверта, и могу вам советовать либо выбрать для себя что-то интересное по тематике, ну, прямо заходите в его библиографию, или вот ориентируетесь по моим кратким справкам, выбираете тему, которая вам больше нравится и знакомитесь с писателем. Либо же самый очевидный способ познакомиться с фламандской доски, потому что, мне кажется, эта книга самая знаменитая и самая такая вот филигранно выверенная у писателя, потому что здесь ведётся расследование преступления, которое произошло в 15 веке. Это преступление связано с предметом искусства, это преступление связано ещё и с шахматной партией, и если бы мне хотелось привлечь вот максимальную аудиторию Картура Перес-Реверте, я бы и дать какое-то стереотипное определение, я бы назвала его очень высокоинтеллектуальным Дэном Брауном, потому что у него есть вот эта составляющая исторической загадки, есть большая тайна, которую разгадывают, медленно разгадывают в течение всей книги, и, конечно же, есть вот этот драйв искателя приключений. «Фламандская доска» и все остальные романы огромные мои рекомендации. Следующий автор, ставший для меня огромным открытием, большой любовью, это, конечно же, Валерий Брюсов. Он для меня открыл целое направление символизма, и кто бы меня спросил, и кто бы мне сказал год назад даже, что я буду интересоваться поэзией, что я буду интересоваться этим направлением, я бы вообще не поверила. И вот совершенно случайно я осенью читала сборник мистических рассказов русских классиков, называется он «Карта нечисть безумия», и в том числе здесь был рассказ Валерия Брюсова «Студный бог». Я, в общем-то, к Брюсову всегда относилась, ну, как к автору именно стихотворений, но когда я прочла его прозу, я поняла, что нашла своего автора. Мне очень нравится, как его произведение, что в стихотворной форме, что в прозе, это такие отражения нашей реальности, то есть у него есть мистическая составляющая, у него очень красивые метафоры, и при этом, что бы ты ни читал, у тебя ощущение от его книг, что ты смотришься в какое-то заколдованное, таинственное зеркало, и оно тебе иногда показывает какие-то черты твоего характера с очень тонким психологизмом, отражая их для тебя же самого. Иногда оно показывает тебе какую-то изнанку жизни, иногда в нем отражается что-то, чего нет в реальности. Я рассказываю, у меня аж мурашки пробежали. Вот это ощущение чего-то потустороннего не покидает тебя на протяжении всего прочтения. Я могу посоветовать и целый сборник, если хотите кратко заинтересоваться, познакомиться и пройти вот мою историю любви с этим автором. Один из самых крутых вариантов это вот этот сборник, называется он «Мир семи поколений». Здесь именно проза Брюсова. В этой книге прекрасное собрание и научно-фантастической прозы, и мистической прозы, и фантастической драматургии. Я вам очень советую рассказ «В зеркале». В общем-то, почему у меня все творчество Брюсова теперь ассоциируется с этим предметом, потому что именно в этом коротком рассказе, я уверена, его можно найти даже не в сборнике, а просто в открытом доступе, именно в этом рассказе показывается, как он работает с характером героя, как он показывает вот эту мистическую сторону, наводит немножечко ужаса, и при этом есть интересные психологические портреты, разбирая которые, ты знакомишься и с собой чуть лучше. А еще Брюсов был очень интересным мистификатором, потому что я прочитала его роман «Огненный ангел», и изначально, когда впервые он был представлен публике, Брюсов рассказывал, что он нашел старинную рукопись, и просто он является переводчиком. Но, естественно, быстро просекли, что это его работа, и больше того, это не просто его работа, здесь он отчасти автобиографично рассказывает свою историю любви, любви довольно трагической, и показывает ее в такой иносказательно старинной форме рыцарского романа, немного легендарной форме, и читать это было очень увлекательно. Кстати, обратите внимание, что у Брюсова еще и очень крутые издания, вот, допустим, «Огненного ангела» я бы вам советовала читать только в таком виде, потому что ощущение, что ты действительно разгадываешь какую-то историческую загадку. И еще я вам перед знакомством с писателем советую очень посмотреть небольшую документалочку про него, или небольшую лекцию, оставлю на нее ссылку, вы поймете, что это был за человек, и насколько интересно вообще с ним знакомиться. И похвастаюсь вам еще вот недавним обновлением библиотеки, смотрите, это неизданное стихотворение, и это издание аж 35-го года. Это такое раритетное издание, нашли его в Москве, в антикварной лавке, в антикварном разделе «Книжного Москва», и держать его в руках, знакомиться вот с такими тайными стихотворениями – огромное удовольствие. А еще я вам советую посетить дом-музей Брюсова. Уже рассказывала про него, но это действительно полное погружение в его жизнь, и когда ты проходишь там даже сам, даже просто без экскурсии, рассматривая экспонаты, тебе все хочется срочно читать. Вот еще один прекрасный вариант познакомиться с творчеством автора – не только начинать читать его литературу, но и посетить место его обитания, посмотреть на его увлечения, и, возможно, потом, вот как и мне, еще больше захочется читать. Следующий автор, который стал огромной тоже любовью, открытием, и это писатель, у которого и рано или поздно прочту абсолютно все – это, конечно же, Юкио Миссимо. Вот рассказ про Миссимо. Мне хочется начать с небольшого портрета самого героя, потому что, кратко его характеризуя, стоит сказать, что это был последний настоящий такой истинный самурай. Миссимо родился в достаточно высокопоставленной семье, аристократичной семье, при этом он был болезненным ребенком, у него было очень непростое детство, и когда он стал уже взрослым человеком, он перепробовал, кажется, абсолютно все, как будто он за свою жизнь сменил несколько жизней. Он был бодибилдером, он снимался в кино, он попытался совершить политические перевороты в Японии, и в конце, в итоге этого переворота, он совершил харакири. Это абсолютно был человек идеи, и когда знакомишься с его биографией, я тоже вам обязательно оставлю ссылку на небольшую документалочку, которую можно про него посмотреть, послушать интересно, какая была насыщенная у него жизнь. И вот даже если вас сейчас книги не заинтересуют, стоит с ним познакомиться, как с очень интересным человеком, я бы даже сказала, персонажем и героем. И если вы хотите познакомиться с Миссимой, с его литературным творчеством, я очень советую «Исповедь маски», потому что это его самый автобиографичный роман, ну и в общем-то я бы даже назвала его автобиографией, потому что здесь повествование ведется от первого лица, и очевидно, что все мысли, все события очень ему близки и буквально прочувствованы и прожиты самим повествующим. Имейте только в виду, что «Исповедь маски» это очень откровенная книга, это строго 18+, но все, что здесь узнаешь про Миссиму, делает его личность только еще более интересной. И в качестве второго крутого варианта знакомства с творчеством Миссимы я бы назвала книгу «Самурая», потому что в ней он дает такую идеологию самурайства, рассказывает, что это за явление, зачем оно нужно, какие идеи в него заложены, рассказывает очень простым языком, то есть это не хагакуры, там из средних веков, это более современный текст, и читая его, ты понимаешь, кто такие самураи, и почему это настолько обособленная и настолько интересная каста людей в Японии. И вот продолжая разговор про литературное творчество Миссимы, стоит сказать, что вот как он за свою жизнь как будто сменил несколько судеб и несколько личностей, так же и в его литературе. В каждой книге ощущение, что это написал какой-то новый писатель, новый Миссима. Если хотите получить небольшой роман художественный, я однозначно советую «После банкета» это очень небольшая практически повесть, история о двух людях, о двух одиночествах, которые состоялись в жизни, у которых свои принципы, свои идеалы, свои мысли и идеи, и которые в какой-то момент хотят связать свою судьбу. Получается ли у них, рассказывает этот роман. Еще мне очень понравился «Дом Кёка», про которого я вам все подробно не расскажу. И здесь Миссима буквально препарирует свою собственную личность, потому что он раскладывает ее на несколько персонажей, и их глазами, их устами показывает нам историю и, в общем-то, знакомит с самим собой. И еще одна книга – это «Золотой храм». Это, наверное, одно из самых популярных книг Миссимы. Мне с ним еще предстоит познакомиться, но его также часто называют в качестве отличного варианта для старта прочтения писателя. Я пока вам ничего не могу сказать, но если вы уже читали, можете отметиться в комментариях. Ну и, конечно же, рассказываю про свое самое главное и самое свежее открытие буквально последнего месяца. Это Федор Михайлович Достоевский. И Достоевский для меня всегда был некой глыбой, некой вершиной, до которой я никогда не дойду. Я читала его в школе, понятно, мне он не нравился. Я несколько раз пыталась читать «Братьев Карамазовых», уже рассказывала вам эту историю, не буду повторяться. И дальше где-то десятка страниц, наверное, не продвигалась. Но вот так сложились обстоятельства, что я начала читать записки из подполья. Не могу сказать, что была в абсолютном восторге от книги, но она меня заинтересовала, она меня увлекла, она меня выбила на эмоции и по поводу персонажей, и по поводу его судьбы, и по поводу его мыслей, что мне захотелось продолжить. Дальше я прочла «Игрока», и вот это была уже совершенно другая история. Игрок читался гораздо более легко, динамично, и его я начала читать после посещения дома-музея Достоевского. Вот эта экскурсионная программа, причем даже без экскурсовода, опять же, сами ходили, смотрели, рассматривали, она очень вдохновляет на знакомство с писателем. Ты понимаешь, при каких жизненных обстоятельствах создавался тот или иной роман. Тебе хочется погрузиться в эту тему, ты, проходя эти залы, проходя эту экспозицию, понимаешь, как много заложено в эти книги, что за ними стоит интереснейшая жизнь человека, и тебе все это хочется изучить. Этим я сейчас и буду заниматься. Поэтому я прямо сейчас читаю «Преступление и наказание». У меня в телеграм-канале можно найти порядок чтения этих книг, которые я для себя сейчас выбрала. Но вот если вам хочется познакомиться с Достоевским, и вы с школьных времен его не открывали, я советую либо попробовать взять «Игрока», книга гораздо легче всего остального, либо, вот как и я, записки из подполья, потому что читается быстро. Наверняка вас выбесит главный герой и захочется дочитать и узнать, чем же дело закончилось. И, конечно же, во взрослом возрасте я с огромным удовольствием читаю «Преступление и наказание». И я, естественно, помнила, что Раскольников зарубил двух старушек, ну вот это все. Но книга вообще не про это. Она психологичная, она сложная, она невероятно интересная, еще и уникальным языком написанная. Ну, в общем, мои сплошные восторги и вам большие советы. Если тоже боялись и остерегались Достоевского, во взрослом возрасте он читается совершенно иначе. И, друзья мои, я жду ваших советов, я жду ваши книжные открытия и буду особенно благодарна, если вы тоже напишите какого-то писателя и посоветуете, с чего начинать знакомство с его творчеством. Давайте делиться и заинтересовывать друг друга, вдохновлять друг друга. И увидимся мы с вами совсем скоро. Пока!